Начали мы в Кемерово, начали с того, что продавали онлайн, ну и мы до сих пор продаем онлайн по всей России, также за границу отправляем, уже и в Австралии, и в Европе, и в Америке есть наши вещи. В России существует на данный момент 5 брендов, которые делают вещи в теме Сибирь. Это мы, да, кемеровские парни, потом Новокузнецкий, это Айм Сайберин, которые, кстати, уже года 4, я думаю, занимаются этим делом. Потом есть Новосибирский Айм Форм Сайберия, есть Челябинска просто Сайберия, и в Москве есть Тайга Риджинал. Мы делаем одно дело, развиваем Сибирь, я думаю, только круто, что есть конкуренция, да, что каждый чем-то старается выделиться. Я познакомился с одним хорошим дизайнером, с которым мы сейчас работаем, Иван Фанс, так надо, город Новосибирск. Мы начали уже конкретную работу по бренду создавать принты. Первый год мы сделали 6 принтов, и у нас такая концепция, что мы делаем каждые 3-4 месяца один новый принт. Сначала мы сделали снежного барса, потом был волк, потом был медведь, потом сокол, ну и потом хаски. Просто уже дали, люди больше полюбили хаски, она стала самым популярным. Сейчас вот у нас на готове принт лисы, посмотрим, как он будет с ним. Сначала это должно было быть сотрудничество между мной и одним парнем. Там была идея Siberian Patriots, но дело как-то не пошло потихоньку. И я решил, чтобы ускорить весь этот процесс, чтобы все было в нужном темпе, соответственно, делать это одному. Название родилось очень быстро, просто «Моя Сибирь», «Моя Сиберия». Производство текстиля у нас в Санкт-Петербурге на фабрике. То есть полностью процесс приобретения ткани, крой, печать, брендирование. То есть все ярлыки, боковые вшивки. Все делается там, к нам уже приходит готовый продукт, там работают мои хорошие друзья и партнеры. Мы делаем для себя, делаем то, что прежде всего нравится самим. И только рады, если это нравится другим. То есть мне нравится зарубежный опыт. То есть там на всех вывесках, во всех магазинах, мы очень много каллиграфии. Все оформляется индивидуально, все это выглядит красиво. Мы решили, почему бы не сделать то же самое здесь, на русском языке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!